На какую тему вы пришли меня слушать? На продолжение после Авраама. Мне вообще сказали, как... Вообще было озвучено следующим образом. Одна тема по имени Божьему, либо я придумаю сам тему. У нас было написано в группе, что тему мы узнаем непосредственно. Тогда давайте я вас хочу спросить, что вы больше хотите услышать? О книге «Песнь-песня» или о имени Божьем? Ну, а не, давай. Потому что мы, наверное, об этой книге... Нам будет все интересно. Нет, это не... Что есть что? Книга «Песнь-песня». О чем книга «Песня-песня»? Книжка «Песня-песня» и там, ну, про как бы... Книжка «Хорошая» про любовь. И не только. А имя Божье — это рассказ о том, как Бог призвал Моисея. И как Он открыл ему свое имя. И как по-настоящему звучит имя Божье? Думайте, думайте, думайте. Ну, мне нравится стараться. А мне нравится «Песня-песня». Знаете, один мой студент сказал, был человек, который учился в семинаре, но не знал ничего про Священное Писание. Это не здесь было, это было в другом месте. Он сказал, прочитал книгу «Песнь-песня» и сказал, Дмитрий Георгиевич, спасибо. Я теперь знаю, что вы смс-кар писаете своей девушке. Ну, так что, имя Божье или всё-таки это, или песня-песня? Какие варианты? Какие варианты? Ну, мне про Врам нравится. Не, ну, про Врам я точно не готова сказать. Про Моисея, да. Про Моисея, да. Зевта второй вариант. Всё-таки имя Божье, да? Да. Окей, хорошо, поехали. Так, писать вы будете, да? А это пишет? Хорошо, окей, я потому что буду записывать, и как-то вам придётся, наверное, камеру двигать. Так, ну, несмотря на то, что вас мало, я прекрасно понимаю, дождаться трёх часов – это подвиг. Я бы, например, так не смог бы. Особенно, нам скажешь, что в тюку вы зашли. Нет, нет, вообще-то я вчера отцу Антониу написал, что в тренинге за тридцать минут доехать до Чёрной речки мне тяжеловато будет. Ладно, итак, имя Божие. Вот откровение имени Божьего, вот личного имени Божьего, рассказ о том, как Бог открыл своё имя. Вот я ещё раз подчёркиваю, личное имя Божие. Этот рассказ находится в 3-й главе книги Исколь, 14-й стих. И если вы откроете этот текст, то сразу хочу сказать. Там две… не хочется говорить ошибки, но там две неправильности. Две неточности. Две неточности. Итак, я сначала прочитаю этот отрывок, и потом мы его будем разбирать. 3-14. Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи с нам, Израилем, сущий Ягова послал меня к вам. Итак, ещё раз. Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи с нам, Израилем, сущий Ягова послал меня к вам. Где неточности? Первая неточность. Я есмь сущий. В еврейском тексте этого нет. И вторая неточность, это Иегова. Имени Иеговы на самом деле не существуют. Но они как бы в кавычках стоят. Ну, у меня там они в квадратных скобках и так далее. Ну, хорошо, там нет слова «сущий». Давайте разбираться, что произошло, как говорится, в контексте этого призвания. И начнем за 80 лет, ну, или так, приблизительно 80 лет от этих событий. Моше данный становится принцем. Естественно, как принц он должен учиться, учиться быть принцем и, возможно, хотя, конечно, это навряд ли, быть когда-нибудь фараоном. Он должен получить египетское образование или, как сказано в книге «Деяний», он должен познать всю мудрость египетскую. Вот что есть мудрость египетская? Для нас мудрость египетская, ну, скорее всего, архитектура, умение читать иероглифы, геометрия, в чем египтяне были мастера, химия. Кстати, слово «химия» происходит от египетского названия Египта, кеми. Нет, это не мудрость. Это вот техника. Это можно научить любую обезьяну. Что же подразумевалось под мудростью египетской? Это оккультные знания. Это сакральные знания. Те знания, которые передавались от жрецов. Эти знания должен иметь теоретический вид, тот, кто может стать фараоном. Потому что фараон – это Бог. А что же было такого в этих знаниях, вот этого оккультного, тайного, чего не было у других? Это возможность управлять богами. Естественно, и мы, язычники, хотим от Бога или от богов что-то получить. Но с нашим Богом все очень плохо, потому что наш Бог ужасно неудобный. Во-первых, он требует от нас абсолютной нравственности. Никуда от этого не денешься. Почитается священное писание Ветхого Завета. Но про новые я специально не беру. Шаг влево, шаг вправо. Либо Бог тебя накажет, либо камнями тебя побьют за твою безнравственность. Бог требующий абсолютной нравственности. Но знаете, это еще полбеды. Есть вторая беда. Наш Бог не управляет. Согласитесь, вы можете помолиться, вы можете подслужить молебен, сделать все, жить правильной жизнью. Но несмотря ни на что, вот именно, на все воля Божия. То есть, сколько бы мы ни делали, что бы мы ни делали, если это не соответствует воле Божией, у нас ничего не получится. То есть, наш Бог неудобный Бог. Нравственность и неуправляемость. А вот языческие Боги, они не такие, они удобные. Во-первых, эти Боги не требуют такой уж нравственности. Тем более, Боги есть разные. Они такие тихонькие. Да, они сами такие, очень подходящие. Но, второе, с этими Богами можно договориться. Бартеров. Я тебе, ты мне. Я тебе жертву. Какую ты любишь? Кто-то любит травку, кто-то любит мясушку, кто-то любит человечинку. То есть, пожалуйста. Но, как бы, есть гарантия, но эта гарантия все равно не стопроцентная. Боги капризны. Вот ему не захотелось. Или неудовлетворили. Или мало. Или не так. Вот это вот, услышите, не так. И ты не получишь этого. Но хочется заставить Бога что-то делать. А как заставить? Какие есть веревочки или ниточки, за которые можно дергать, чтобы этот Бог выполнял? И ответ есть. Это вот эти самые оккультные знания. Знания тайных имен Бога. Вот эти имена, которые все знают, это профанные имена. Все ими пользуются. Чаще, даже часто, это не имена, а просто титулы. Например, имя Вау. Вы все слышали? Слышали? Вау это вообще-то господин. Всего на всего. То есть, а вот есть тайные имена. Скрытые. Которых никто никогда не знал. Вернее, знают только жрецы. Жрецы, которые и могут дергать за эти веревочки. А почему бы эти знания не дать всем? Простите. А зачем мне жрец, зачем мне культ, если я знаю, эти имена? Я имею власть над Богом и, соответственно, имею какое-то влияние на других людей. Вот это и есть тайные знания. Тайная мудрость. Мудрость египетская. Знания имен других богов. Это как бы предисловие. Теперь проходит в сорок лет. Моисей бежит из Египта. Бежит он в пустыню Мадиамскую. Там, где находится гора Синай. Бежит он без ничего. И ему повезло. Он женится на дочери Мадиамского жреца Иофора, он же Рагуил. И в течение сорока лет он пасет стада своего тестя. 80 лет. К этому времени у Моисея двое сыновей. Жизнь, можно сказать, не удалась, как принца. Но жизнь домовладельца удалась. Вполне нормально же. И надо же такому случиться. На 80-й год, в сорок лет он паснет, плюс к тем сорока, на 80-й год он видит горящий куст. И из этого куста ему раздается глаз Божий. Правда, об этом Боге сказано, что он ангел Господень. Но в то же время это глаз Божий. И раздается голос, который говорит. Моисей, иди к фараону и скажи ему. Пусть мои люди идут. Все. Представьте, вы услышите глаз Божий, который вам скажет что-то. И вы будете уверены, что это не галлюцинация, не бесовское исключение. Вы уверены, что это глаз Божий. Который вам скажет. Езжай, не знаю, там, не знаю, в Средней Азии проповедуй Христа. И я буду с тобой. И с тобой ничего не случится. И у тебя все получится. Услышали, да? Глаз Божий, который обещает защиту и обещает, что все удастся. Ну, я думаю, что, скорее всего, если вы верующий человек, то вы, скорее всего, соберете все ваши запасы, пожитки, купите билет. Не знаю, там, да. В один конец. В один конец и поедете. И вы уверены, что Бог с вами, и он вас защитит. И все у вас получится. То есть через 10, 20, 30, 40 лет Средняя Азия будет православной. И вы, после того, как вы умрете, вас канонизируют с титулом равноапостоли или равноапостоли. Что делает Моисей? Моисей говорит, говорит то, что потом уже в самом конце этого разговора с Богом «Господи, пошли кого-нибудь другого». Не хочу. И вот, ну, как бы сказать сразу «Господи, не хочу, не пойду», ну, как бы, очень красиво. И поэтому Моисей начинает отговариваться. Отговариваться. Ну, хорошо. Вот я пришел к народу, и народ задает мне вопрос. А как имя того Бога, который тебя послал? Ты вот сейчас мне сказал, я Бог Авраама Исаака Иакова. Ну, а как твое имя? Как тебя зовут? И вот здесь вопрос вообще-то каверсный. Моисей – это человек, который знает, как зовут того или иного Бога. Его имя профанное, его имя сакральное, и если он знает, какой Бог ему явился, то он знает, как этому Богу служить, и более того, он знает, как с этим Богом вступить в деловые отношения. Язычник ли Моисей? Ну, вот какая вещь. Моисей не имел откровения Божьего. Последние откровения Божьи, незаписанные, были при патриархах. Прошло 400 лет. Откровений не было. Евреи и Моисей живет в языческой среде. То есть, он знает, он знает, слышите, он знает, что много Богов. Много Богов. И вот он думает, что явился один из таких вот Богов, ну, такой филосемит. Бог-филосемит, который готов общаться с евреями и их спасти. Раз явился один из Богов, он хочет задать вопрос, какой Бог. И Бог начинает отвечать. Отвечать на вот этот поставленный вопрос. Только Он отвечает не так, как ждет Моисей. Во-первых, Бог говорит сначала говорит не свое имя, а говорит о том, кто Он. В нашем переводе стоит «Я есмь сущий» или в церковно-садском «А змеи сущий». И это является переводом с древнегреческого перевода. Небольшое примечание, чтобы было понятно. В третьем веке, до Рождества Христова, Библию переводили с еврейского языка на греческий. И вот когда подошли вот к этому месту, перевели не буквально, перевели так, я не буду вообще по-гречески все расписывать, я могу, ну, смысл. «Эго, эми, о, он». Перевели «Я есть» или «Я есмь сущий». Вот это определенный артикль «Эго, эми, о, он». Вот так перевели. Там другие слова. Сейчас мы к ним вернемся. «Эго, эми». Соответственно, когда переводили на церковнославянский и на русский, тоже переводили не с еврейского языка, а переводили с греческого. И получилось «Я есмь сущий» или «Азме сущий». А что стоит в еврейском тексте? «Я шер» и вот это словосочетание достаточно сложно перевести вот прямо буквально на русский язык. В разных современных переводах переводят по-разному. «Я есть тот, кто я есть». «Я есть, кто я буду». Есть такой вариант. Вот этот мне вариант нравится. «Я» это «Я». «Я» это «Я». Вообще-то это не ответ. «Я есмь, кто я есмь, кто я буду». «Кто я был, кто я буду». «Кто я есмь, кто я буду». Это не ответ. Это знаете, как есть такая... «Кто я был всегда?» «Тот, кто был всегда?» «Тот, кто был всегда?» «Не совсем». Нет. Не совсем. Это знаете, какой ответ? Вот как иногда так. «Девушка, как вас зовут?» «Меня не зовут, я сама прихожу». Вот это вроде бы такой ответ. На самом деле, ответ, который Моисей понял. Когда мы говорим о язычестве, то мы говорим о множестве богов. Но язычники знали, что вот за вот этой вот иерархией богов и башков, там всяких духов, вот эта бесконечная, кажется, иерархия, есть Бог. Бог с большой буквы. Бог богов, Господь господствующих. Тот Бог, который сотворил этот мир, который породил вот этих богов, который всемогущий, всесильный, вечный. Тот, кто был. Тот, кто дал жизнь этому миру. Бог богов. Есть такой Бог. Но этот Бог вне этого мира. Он не участвует в делах людей, не участвует в делах богов. он ушел и где-то там почивает. Он почивает от своих дел. Он не участвует. Его здесь нет. Ему не надо, ему бесполезно молиться. Он не при делах. Ему не надо приносить жертву. Он их просто не принимает. бесполезно. Он молитву не слышит. Он там, он далеко. Но это настоящий Бог. Вот остальные боги это не боги. Ну или боги с маленькой буковки. Это не господа. Это не господа с маленькой буковки. Не настоящие. Вот с теми можно подергать за веревочки, а с этим бесполезно. Он почивший Бог. Кстати, сразу давайте вернемся к первой главе книги Бытия. Сказано, прошу прощения, к началу второй главы книги Бытия. Бог заканчивает творение и он почивает. В субботу он почил от дела своих. Вот это к язычникам намек. Мы евреи те люди и соответственно мы христиане те люди которые почитаем вот того почившего Бога о котором вы язычники знаете но ему не поклоняетесь. Вот Моисей это услышал. Я это я поэтому это не Бог горы не Бог пустыни не Бог там моря неба это это истинный Бог тот самый Бог и знать его имя оно бесполезно. Ничего не не даст. Получается что это богатеский? А вот сейчас мы подождите не спешите не спешите не спешите не спешите подождите это Бог который сотворил мир а давайте мы не будем спешить потому что мы откроем я очень люблю эту лекцию мне даже есть статья посвященная поискам имя боже вы его знаете этого бога давайте мы с вами все-таки помаленечку разбираем по косточкам хорошо значит итак бог бог явился Моисею и Моисей знает что это за бог это вот тот самый истинный бог имя которого бессмысленно оно не работает вот в том чему научил научен научен Моисей неуправляемый бог неудобный а дальше а дальше а дальше а дальше самое интересное а дальше самое интересное бог все-таки открывает свое он открывает и называет себя и вот здесь это просто акт доверия и любви да мое имя это не то имя с помощью которого мною нужно управлять но я его все-таки вам открываю мое личное имя мы можем сказать так если вот так по язычеству это тайное имя бога почему тайное потому что для древнего человека имя и существо связаны зная имя бога ты знаешь суть этого бога то есть бог открывает свое тайное имя и открывает свою сущность сущность своего имени каков он а какое же это имя у нас в переводе стоит иегова а как же все-таки это имя звучало потому что это я сразу говорю это неправильно и чтобы разобраться нам нужно обратиться к еврейскому тексту и я не подсмотрю другие книжки я подсмотрю свою работу хорошо значит чтобы понять нужно обратиться к еврейскому тексту и с еврейским текстом у нас есть проблема в русском языке есть буквы для передачи согласных звуков и гласных согласные ВПВГД гласные АОЕИУ и так далее помним это да вы люди молодые я уже старый я школу давно закончил в процедущее в институте учусь ну ладно ладно а вот еврейский еврейский алфавит он называется консонантный консонантный алфавит только согласные только согласные буквы для русского языка или для греческого или для других таких языков не зная гласных не имея гласных то у нас мы прочитать слово не сможем ну например ну что это это может быть дом это может быть Дима это может быть Дым это может быть Адам это может быть Дама Дума и так далее все что угодно даже если я еще как-нибудь напишу слова это еще не факт что я пойму но вот для евреев для евреев это было непроблемно читать особенно когда язык живой особенно когда язык живой и вот если мы откроем еврейский текст консонантный текст то мы увидим там четыре буквы и еще одна интересность еврейский способ письма более древний не к себе а от себя то бишь не слева направо а справа налево от себя ну естественно сверху вниз то еще говорят что снизу вверх нет сверху вниз от себя поэтому знаете как мы будем делать я буду вот писать вот эту букву да а внизу я буду ну как бы по-нашему можем писать вот эта буква которая передает звук следующая буква так хорошо это протер так давайте я давайте я пониже буду тогда писать ага и это тоже все конец 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 ну что сходу давайте давайте я выпру что получится мне просто очень хочется расписать и так е вот так это следующая буква которая передает звук х катастрофа террура катастрофа ладно как неудачно А он сверху зеленый или какой еще? Нет, это самый лучший, это еще зеленый. Лучше я пальцы не взял. О, нет, нет, он пишет, он пишет. Итак, Е, Х, прошу, вытяну. Ладно, я не знал, честное слово. Ладно, попробую дальше. Может, это еще попробовать? Это я еще, по-моему, не пробовал. Ну, если вы увидите, нет, вы его не увидите, палочка с небольшим таким крючочком в эту сторону, которая передает звук В, ничего, я думаю, что оно потом застынет и что-нибудь получится. И последняя буква, вот эта вот Х, вот та же самая, которая передает звук Х. И получается Е, Х, В, Х. Причем с последним Х у нас там будет интересно, потому что обычно, когда вот этот звук, который передает Х, находится в конце, и как бы после него нет других звуков, то он не читается. Поняли, да? То есть, скорее, надо читать Е, Х, В. Е, Х, В. Х читать, может быть, читать, может быть и не читать. Если будет дальше гласный звук, то читать. То есть, какой-нибудь Х, или Х, или Хи. А если нет гласного звука, то ничего, не мой. Хорошо. Вот четыре буквы священного имени, или священная тетраграмма. Тетра четыре, грамма, буквы. Священные четырех буквы, священная тетраграмма. Как оно читается? Когда язык был живой, его читали. Читали легко, читали все, понимали, произносили. Во время молитвы, иногда даже просто трепали это имя. Поэтому есть заповедь. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. То есть, имя произносилось. Имя сокращалось. Например, слово Аллилуйя, все знаете, да? Там, хвалите. И вот, Е-Х. Я специально не даю это чтение. Значит, в именах людей тоже встречалось это имя. Ирмиягу, например. Или Шиягу. То есть, имя Божие встречалось. И это имя упоминалось, то есть, оно было всем известно, всем читалось. А потом произошла у евреев большая катастрофа. В 586 году Иерусалимский храм и Иерусалим были разрушены, а евреи увезены в плен. В плену не было храма, не было священников, не было жертвоприношения. Когда евреи вернулись из плена, они стали жить по-другому. Они стали куда серьезнее относиться к своей вере. Правда, эта серьезность немножко в другую сторону впала. То они все время в язычество впадали. А здесь они впали, ну скажем так, в то, что мы называем мудаизмом. Буквальное исполнение закона и все эти вот особенности, которые, по их мнению, должны помочь человеку исполнить закон. И заповедь, не произноси имени Господа Бога твоего. Что это значит? Значит, не надо имя лишний раз произносить. И поэтому имя Божие перестало употребляться в обычной жизни. Оно употреблялось во время богослужения, во время молитв, но не вот так вот, не по жизни. А плюс еще одна особенность. Евреи с еврейского языка перешли на другой язык. Они стали говорить на семитском языке, но не еврейском, который называется арамейский. Господь наш Иисус Христос говорил на арамейском. Все те слова, которые встречаются в Новом Завете, и там сказано, например, ефафа, отверзость, талифа куми, давай козочка. Или там маранафа. Это все слова арамейские. Стали говорить на арамейском. И, соответственно, с трудом уже начали читать вот этот консонантный текст. Но имя Божие встречается в Священном Писании неоднократно, но встречается там несколько тысяч раз. Как же его читать? И у евреев сложилась очень интересная практика, традиция. Они стали имя Божие заменять на другие слова. Например, человек читает Священное Писание, доходит до имени Божьего. Его надо произносить, а нельзя. Тогда он пускает голову и на несколько секунд молчит. И все понимают, там имя Божье. Все тоже пускают голову и молчат. Например, знаете, в тексте, как это могло сделаться, ставили четыре большие точки в пропуске. Всем понятно, молчание. Либо говорили Хашем. Хашем, имя. И все понимали, что там имя Божье. Но все это, знаете, как молчание, Хашем, это как-то не очень работает. И тогда стали использовать слово-заменитель. Слово-заменитель. То есть, произносили другое слово. Какое чаще всего произносили? Произносили слово Адонай. Адонай. Господь. Или Господи. Вот здесь я хотел бы сделать такое очень важное замечание. Оно уже немножко вас шокирует. В русском языке, в славянском русском языке, есть разница. В Господе и Господе. Но в других языках такой разницы нет. И поэтому, знаете, когда мы читаем Новый Завет и там читаем о том, что кто-то обращается к Иисусу Христу, Господь, подумайте, ну как это может быть. Обращались к Нему Господи. Поэтому, ну вот эту вот разницу мы должны чувствовать. После воскресения это действительно Господь, а до воскресения это Господи. Конечно, я не призываю вас вымарывать там в Священном Писании, что что перевели, то перевели, что написали, то написали. Но вы должны понимать, что... А то, знаете, какой-нибудь там человек, который спорит с Иисусом Христом, обращается к Нему Господь, Бог. Конечно, такого невозможно. Хорошо, идемте дальше. То есть, стали употреблять это имя Божье. Когда это вошло? Это вошло еще до Рождества Христова. Когда считается где-то к Третьему веку, это вот уже практика утвердилась. Во времена Иисуса Христа, естественно, уже все использовали такое слово заменитель. Но имя Божье произносилось. Люди могли услышать, как зовут Бога. То есть, знали, как читать. Третий век до Рождества Христова, это время перевода Библии с еврейского на греческий. Об этом я вам только что рассказывал. Когда вот это... А? Для чего перевели? Без проблем. Расскажу. Значит, в IV веке Александр Македонский начал завоевание. Он считал, что он несет не только греческую власть, но он несет греческую культуру, самую высшую культуру. А как ее донести до варваров? Разными способами. Один из этих способов строительство греческих городов. И один из таких величайших греческих городов, название которого вы все слышали, Александрия. Александрия Египетская. Александрия Египетская. Здравствуйте. И вот в эту Александрию Египетскую, которая, говорят, состояла из пяти кварталов, из пяти кварталов два принадлежали евреям. Переселилось большое количество евреев. Эти евреи забыли постепенно еврейский язык. Ну, тогда они уже говорили на арамейском. То есть они забыли и еврейский, и арамейский, и стали говорить на греческом. Но сохраняли свой иудаизм. И тогда перед ними стал вопрос, а вообще как нам сохранить свою веру, если мы не понимаем закон Божий? И вот тогда было переведено священное писание с еврейского языка на греческий. Но это было не совсем, вот знаете, как перевод. Это такой, знаете, пересказ на основании, а, понимания священного писания, и уже к тому времени сложившемуся. И Б, это, ну скажем так, такое перевод, чтобы он был понятен людям. Потому что, ну, фраза «Они видели Бога». К тому времени евреи верили, что Бог невидим. Как можно видеть Бога? Ну, можно видеть, ладно, это отдельный разговор. Поэтому перевели так. «Они видели место, где стоял Бог». В нашем переводе это «это есть», «это звучит». Хорошо, начнем. Вот, когда переводили Библию с еврейского языка на греческий, то переводили, переводили, а доходят потом до имени Божьего, до Яка, до вот этого ЕХБХ. Как? Можно было бы попробовать передать это транслитерации. Но это тоже не пойдет. Поэтому шли разными путями. Первый путь. Значит, идет текст греческий, а имя Божье записывается еврейскими буквами. Вот если вы так вот посмотрите... Я сейчас попробую, может, все-таки началось писать. Писать. Ну, вот как бы вот так. Кто из вас знает греческий язык? Хотя бы в объеме математики. Буквы. 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 Три запятая четырнадцать. Пи. Пи. Похоже на пи? Да. А вот это на какую букву похоже? Пи. На и. А вот это? Пи. Снова пи. А это? Ну, тоже на и похоже. Блаженный ранний Средонский говорил, что вот такие рукописи, вот такие рукописи в его время были, когда греческий текст и имя Божье записаны еврейскими буквами. Это читали Пи-Пи, что имя Бога Пи-Пи. Было такое. Но это все неинтересно, транслитерации не было. Либо вот так делали, либо делали проще. Раз мы говорим Адонай, это и есть Господь, значит мы переводим. И имя Божие писалось как Кириос. Кириос. Господь. Или Господин. Что Адонай должен. Когда писался Новый Завет, вот эта традиция имени Божьего, говорить, что это Господь, она устоявшаяся была. И поэтому апостолы, даже когда цитируют Ветхий Завет, а в еврейском тексте там стоит имя Божье, они же его пишут по-гречески, и они пишут Кириос, как вот в этом древнегреческом переводе, которое называется, кстати, Септуагинтом. Вот как в Септуагинте. И Кириос, Кириос, Кириос. И дальше жизнь церкви шла с греческим переводом Священного Писания и греческим текстом Нового Завета. И как бы вот когда вставал там вопрос имени Божьего, ну как бы, ну как имя Божьего? Господь, Бог. Встречается еще с Ивауф, но об этом чуть-чуть проще. Эммануэл. Эммануэл это имя. Имя, теоморфное имя, с нами Бог. Эммануэль. Эммануэль. Эль это Бог. Ну, давайте о других именах Божьих чуть-чуть попозже и о теоморфных именах. Хорошо? То есть... А теоморфное это что? Это же название. Так, хорошо, ладно. Давайте вернемся. Вернемся сюда. Значит, конечно, христиан интересовало, как вообще-то звучало имя Божие. Потому что, ну, естественно, христиане знали, что в еврейском тексте имя Божие, оно как-то там написано. И были попытки восстановить это чтение, но были проблемы. Потому что писали это на греческом. А в греческом языке нет букв для передачи звуков, которые есть в еврейском. И поэтому получались там достаточно интересные особенности. И-а-о. И-а-а-о. Ну, и так далее. Можно там найти эти списки, как это вот пытались передать. Ну, это все, знаете, как далеко и такие штудии людей, которые, ну, как бы занимаются наукой. Ориген об этом писал, Климент Александрийский писал, еще кое-кто писал. Ну, это вот, знаете, как бы для себя. Особо это не распространялось. Все остальные знали, что имя Божие это Кириллос. Господь. Но это у христиан. А что же было у людей? А у людей была проблема. Во-первых, евреев сначала в 70-м году, после Рождества Христова, потом в 130-х, в 130-х годах, после Рождества Христова, начали выгонять из Палестины. Это так называемая первая антиримская восстание, вторая антиримская восстание. Их начали выгонять. Это первая проблема. Их разгоняют. Раз разгоняют, у них нет центра, где вот мог решаться, могли решаться вопросы. Что теперь центром будет? Только священное писание и священное предание. И в это время происходит сначала кодификация, ну, как бы не сначала, а прежде всего. Кодификация еврейского устного предания которая завершилась, ну, можно так сказать, завершилась возникновением Талмуда. Хорошая книжка, очень интересная. Попадется, вы почитаете, оторваться невозможно. Правда. Очень непонятно. Да, ну, все понятно. Да, все понятно. Это так же интересно читать, как книгу правил. Вроде все непонятно, но интересно. Вот. Хорошая книжка. Советую, знаете, вам, что из Талмуда почитать. Это тоже Талмуд. Перкей Авот. Из речения отцов. Вам понравится. Так вот. Возвращаемся. Но делалось еще одно. А книга правил, она тоже в Талмуде? Нет, нет. Книга правил, это православная книга. Это книга правил святых апостолов, вселенских и поместных соборов и святых отцов. Попадется вам в руки, почитайте. Интересная книга. Она есть и на церковном славянском, и на русском. Ладно, не об этом сейчас. Значит, идет кодификация иудейского предания, но идет кодификация библейского текста. Как бы там два пути. Первый путь. Разговаривают, какие книги должны быть в каноне, какие не должны быть. Это первый вопрос. А второй вопрос, а какой у нас должен быть текст? И вот текст стандартизируется. Хорошо, какой текст стандартизируется? Консонантный текст. А какой, но мы его стандартизировали, а дальше его мы должны читать. А евреи помаленечку разучиваются читать консонантный текст. Когда язык живой, то есть, ты это все живешь этим, для тебя прочитать вот эти буквки легко. Но когда для тебя это мертвый язык, у тебя большие проблемы. Что нужно? Нужны гласные буквы для передачи гласных звуков. Гласные буквы нельзя вставить вот в этот текст. И тогда евреи придумывают гениальнейшее изобретение. Они придумывают специальные значочки, которые пишутся не вместе с буквами, а под буквами внизу. Эти значки называются некудот или некуд, точки. Они действительно в виде точек, черточек, там, таких, соединения точек и черточек, ну, что-то такое вот запутанное. Ладно. Это то, что современному евреи. Да, да. Вот они создали это. И они себе поставили такое правило. Нужно оголосовать все слова. Добавить гласные буквы для всех слов. И они пошли оголосовать. Как они оголосовали? Ну, естественно, оголосовали не абы кто, а люди, которые разбирались в языке, богословы, библеисты. Они знали, как это слово читают. И они добавляют. Добавляют для кого? Для себя, ну, и для себя тоже, но прежде всего для других людей. В синагоге нужно читать текст. Ну, что, там будет какой-то специалист в иврите, который там знает, как это слово читается. Нет, ну, научиться можно. Вот. Они голосуют. Без проблем. Оголосовывают, голосовывают, голосовывают и доходят до имени Божьего. Надо оголосовывать. Почему? Потому что правило оголосовать все слова. Надо оголосовывать. И тут заминка. А как оголосовать то слово, которое нельзя произносить? Мы бы сказали, ну, не оставили бы, да, без оголосовки. Нельзя. Нельзя. Надо оголосовывать. И тогда еврейские раввины пошли ну, такое сделали изобретение. Очень. Для нас оно может показаться диким. Они его сделали. Они сделали следующее. Они взяли гласные буквы, гласные буквы, гласные звуки из слова Адонай, Господь, и подставили вот под эти вот буковки. И получилось что? Получилась оголосовка. А эта оголосовка зачем? Для того, чтобы ее читать? Нет. Для того, чтобы оголосовать. Потому что правило было оголосовать веестественное. Не зависаете еще? что получилось? Вот они оголосовали. Для чего? Не для чтения. Никто имя Божие в оголосовке не в оголосовке не читали. Что делали? Либо молчали, либо говорили Хашем, либо говорили Адонай. не читали. Вот это правило у евреев называется написано, но читай. Написано, но читай. То есть написано так, а ты читай вот так. Помин Данай. Господь. Подождите, подождите, подождите. Это они сделали. Вообще, конечно, христиане и иудеи между собой так жили не особо дружно. И тем более было представление о том, что еврейские раввины, или их называли масореты, они испортили библейский текст. То есть они что-то там добавили, написали чего-то неправильного. И поэтому отношение к еврейскому тексту было достаточно плохим. Ну например, такой пример. Однажды Папа Римский поехал в какой-то город. И его встречали в том числе и евреи этого города. И вот знаете, ну я конечно никого не отправлю в ад. Ты знаете, за это ему в честилище он точно должен побывать этот Папа Римский в России католики верить в честилище. Его евреи встречали вот вы знаете как дорогого гостя. Вот реально дорогого. Они вынесли ему свиток Священного Писания. Они его встречались с Писанием. премьерами. Это приблизительно так, чтобы было понятно приезжать. Например, президент наш куда-нибудь в храм его встречают вот как встречают архиереи. То есть красная дорожка выходит священник с крестом подносит крест. ну в общем как встречают дорогого гостя. То есть ему вынесли действительно дорогой дорогой дорогая встреча. И что сделал Папа Римский? Он вырвал Тору и бросил его в грязь и потоптался на грани. Он-то потоптался по слову мужа. Ну я считаю, что это акт богохумства. Ну в общем отношения вот такое было отношение к еврейскому писанию. А когда это было? В каком? Слушайте, это по-моему 12 век. Я не буду я к сожалению не помню ни имени и особо даты не помню. Но вот это было. Это было. Он хотел показать именно не свое отношение к слову а вот именно к традиции еврейских. Вот. Но это слово большее. Все равно это слово большее. На самом деле Он понимал, что он делает, да? Ну он понимал, что это еврейское описание. Он понимал, что нужно публично выразить свое недовольство вот этой традицией. Да. Все равно это слово большее. Это слово большее. А если мы выхватим бахгавадги и тут бросим у тех, кто продает это тоже так-то многохульство? Для них да. Для них да, но понимаете, хагавадгита это не слово большее. Для меня это не слово Божие и оно не есть слово большее. Здесь вот такое отношение. Но на каком-то этапе христиане начали обращать внимание на еврейское описание, на эту традицию. Они начали изучать ее и естественно учиться читать по-еврейски. По-еврейски научиться читать можно, не так сложно, пару-тройку уроков и научиться можно. поверьте, ничего сверхъестественного не так сложно, как выучить иероглифы или еще что-нибудь. Арабский. Арабский похож, кстати, потому что есть общие тоже семитские языки. Но в общем можно научиться читать. И естественно они научились читать. И начали читать. И начали читать, читать, читать. И вот они доходят до чтения имени Бушева. они видят буквы, они видят огласовку. Соответственно надо читать. И они и прочитали это имя. Повторюсь, я будешь меня простить, знаете, такое маленькое примечание сделала о себе. Его можно потом вырезать, можно оставить. Я уже давно преподаватель, но у меня есть первый опыт преподавания. И он на меня наложил несгладимый отпечаток. Иногда этот отпечаток несет плохую службу. То есть я рассказываю, могу повторять одно и то же по пять раз. Это уже неисправимо. У меня жена иногда ругается. Она говорит, я тебе не студент, мне не надо повторять три раза. Давайте я все так будешь простить мою немощь. Повторюсь еще раз. У евреев было правило кетив кере написано читать. То есть они видели это слово, но его не читали. А христиане об этом правиле не знали. И поэтому они прочитали. И прочитали, что они прочитали? Они прочитали имя Бога и Иегова и Иегова. И сказали, о, мы теперь знаем личное имя Бога. Ну, по большому счету, ну, знаем имя личное Бога, оно нам ничего не дает. Мы просто его знаем. Они прочитали Иегова. И в некоторых переводах, в книгах по библеистике появилось это имя Иегова. И все начали этим именем пользоваться. Если вы откроете, например, некоторые книги по библеистике 18 или 19 века на русском языке, то имя Иегова вы обязательно с ним столкнетесь. Когда Библию переводили на русский язык, то все знали, как имя Божия звучит. Звучит она как Иегова и писали. И вопросов не возникало. Но уже начиная где-то с 17 века вообще наука движется и исследователи узнали об этом правиле. Кэтиф Кэре написано ну читаем. И они вообще сказали стоп, стоп, ребята, подождите. Мы имеем в этом случае с неправильным чтением. Потому что это два разных слова. Адонай и Ехавэхэ. Значит, нужно как-то определить. А как же как по-настоящему это имя Божие звучало. Не Иегова. Нет, не работает. А как же. И тогда пошел путь разными способами. Вспомнили вот эти вот греческие попытки записать имя Божие. И АО, и АВАО, и так далее. Но самый перспективный путь оказался именно филологический. Чтобы было понятно. Каждое имя что-то значит. Согласны. Вы знаете. Ну там победитель. Богу угодно и так далее. И задали вопрос. Имя Божие что-то значит? Что-то значит. Второй вопрос. Это имя от чего-то же происходит? Мы можем определить какая-то форма. хилологическая форма. Может. Определили. Задают вопрос. От какого слова произошло вот это имя? И в общем размышлениями, изучением пришли к выводу, что имя Божие происходит от еврейского слова, которое звучит как ХАЯ, которое является еще одной формой слова ХАВА жить. А ХАЯ это быть. Быть. И вот тут уже вспомним наш перевод. ХАЯ это быть. Значит, имя Божие это форма от ХАЯ. Значит, вот имя Бога означает правильно, правильно перевели когда переводили на греческий сущий. конечно, это очень такой философский термин, но вот сущий оно в точку попадает. Тот, кто имеет бытие сам в себе или тот, кто дает бытие, дарует бытие. То есть в этом тексте здесь нет никакого Я есть сущий. Там Я это Я стоит. Но вот ХАЯ хорошо, мы получили ХАЯ. А теперь что делать? А теперь попробуем вот это ХАЯ по правилам филологии превратить вы вот в то слово, которое у нас есть. Но уже с гласными звуками. и этим способом, еще там способами поняли, что скорее всего имя Божие звучало как ЯХВА. Имя Божие звучит как ЯХВА. Но мы же там последнее ХАЯ. Вы помните я вам говорил, что если ХАЯ и за ним ничего больше нету, то оно опускается. ЯХВА. Тот, кто имеет бытие сам в себе. Тот, кто дарует бытие. Ну, или бытие.